Легендарная серия игр Mortal Kombat — это известный файтинг, где персонажи дерутся между собой в ближнем бою. Однако, в их поединках используются не только ударные техники, но и холодное оружие. В текущем выпуске мы выясним, насколько реально холодное оружие персонажей из игры Mortal Kombat 11, и насколько оно было бы эффективным в настоящем бою. На связи канал Ammunition Time, и мы начинаем разбор. Думаю, что многие из нас столкнулись с тем, что при желании купить МК-11 через Steam, ничего не выходит. Можно, конечно, ее спиратить, но если вы беспокоитесь о безопасности своего ПК, то один из вариантов — это купить ключ или аккаунт с игрой на playrock.com. Это маркетплейс товаров и услуг, где можно затариться всем — от виртуальных игровых товаров до аккаунтов и премиум-валюты. Вам доступно больше 300 игр и приложений. Playrock.com уже оценили сотни тысяч пользователей и оставили больше полумиллиона отзывов. Как же купить товар на сайте? Покупка проходит в три этапа. Сначала авторизация в Google или ВК, потом оплата банковской карты или Kiwi, а затем вы получите товар в чате с продавцом. Но прелесть в том, что ты можешь не только покупать, но и продавать свои аккаунты, предметы и прочие товары или услуги на сайте, зарабатывая реальные деньги. Так что playrock.com — ваш надежный партнер в мире игр. Покупай или продавай игровые товары по выгодным ценам на playrock.com. Ссылка в описании. Молот Шаокана Боевые молоты — это реальные образцы средневекового вооружения. Только они сильно отличаются от оружия Шаокана, потому что у него не молот, а кувалда. Принципиальное отличие в том, что у боевого молота ударная часть несимметрична по форме и функционалу. Чаще всего она выглядит как сочетание бойка и, например, клевца. К тому же кувалда в несколько раз больше и тяжелее молота и предназначена для грубых строительных работ, а ее ударная часть состоит из двух бойков, собственно, как у Шаокана. Впрочем, пользоваться боевой кувалдой обычному человеку будет мешать не форма, а ее вес. Цельнокованный молот Шаокана будет весить не меньше 70 кило, а это просто дофига. Исторический боевой молот весил не больше 2 кило, о чем я уже рассказывал в своем старом выпуске про фэнтези-молоты. Так что орудовать оружием Шаокана в бою невозможно. Хотя Шаокан обладает силой бога, поэтому ему должно быть пофиг. В принципе, этот молот реально сделать, но нереально им пользоваться. Да и смысла в этом особо не будет. Шляпа Кун Лао Круглая шляпа с широкими и жесткими полями, которую Кун Лао использует в качестве оружия, имеет в своей основе исторический прототип. Речь про Амегасу. Это оружие скрытого ношения в виде популярного головного убора, появившегося в Японии и перекочевавшее в Китай. Амегаса выглядела как соломенная шляпа с широкими полями, которую носили почти все сословия с 16 по 19 века. Кроме самураев и ронинов, такой головной убор носили и ниндзя, которые и ассоциируются с владельцами этого оружия. Шляпа оснащалась различными модификациями, в том числе и дугообразным кольцевым клинком с острыми краями, как у Кун Лао. Клинок размещался по всему периметру, либо отдельными участками полей и крепился к каркасу шляпы. Клинок располагался лезвием наружу и скрывался чехлом из ткани, одетым поверх него. Когда это было необходимо, чехол быстро снимался, и в руках воина оставалось остро заточенное оружие. Сомневаюсь, что им можно было бы точно так же пользоваться, как в Mortal Kombat, ибо оно не предназначалось для открытого боя с противником. Однако оружие это, безусловно, историчное и реальное. Вееры Китаны Такой эстетичный аксессуар, как веер, в средневековой Азии выполнял не только функцию апахала. В Японии, Китае и Корее существовали отдельные варианты боевых вееров. Причем были варианты как сигнальных вееров для командования боевыми порядками в военных конфликтах, так и веера, укрепленные стальными спицами непосредственно для ближнего боя, как у Китаны. До наших дней даже сохранилось искусство боя на веерах под названием Тесен-Дзюцу. Спицы боевого веера изготавливались из бронзы, дерева или латуни. В сложенном состоянии им можно было орудовать как небольшой дубинкой, а в раскрытом состоянии отражать атаки врага. Само собой, акцентированный выстрел из лука или удар мечом по вееру пробьет его насквозь, но траекторию движения вражеского оружия веер изменить может. Также в разложенном состоянии веер может нанести и режущий удар, поскольку его наружные края затачивались и порой смазывались ядом. Со временем боевой веер обрастал дополнительными лезвиями и шипами на режущей кромке. Так что веера Китаны — оружие историчное и реальное. Кунай Скорпиона Кунай на длинной цепи, которой в бою использует Скорпион, — это гибкое оружие. Технику боя им освоить сложно, ибо гибкое оружие требует высочайшего уровня мастерства и координации. По сути, Кунай Скорпиона похож на китайское веревочное копье под названием Шэнбяо, только с цепью вместо веревки. Шэнбяо может применяться для нанесения ударов по круговой траектории, а в ближнем бою дротик может использоваться как контактное оружие для нанесения колющих ударов. Собственно, так иногда Скорпион им и пользуется. Помимо клинка на цепи, у Скорпиона на поясе висит два меча — короткий и длинный. Типичная самурайская традиция — носить два клинка. Такая пара называется дайсё. Длинный меч называется дайто, а короткий — сёто. Оба меча были боевыми и использовались самураем в зависимости от ситуации, так что абсолютно все клинки Скорпиона реалистичны и практичны в бою, особенно в дуэльном. Парное оружие кабала. В зависимости от скинчика, оружие кабала может меняться внешне и весьма существенно, однако в базовом варианте в его руках весьма специфичное и редкое китайское оружие под названием Шуангоу. Это смесь крюка, меча и кастета. Шуангоу используется в парном варианте, а значит, если вы смотрели выпуск про парное оружие на этом канале, то вы понимаете, что Шуангоу в первую очередь предназначена для дуэльных боёв на открытом пространстве. В общем-то, внутри Mortal Kombat оно и используется в таких условиях. В реальном же мире очень сложно оценить эффективность этого оружия и способы его применения. В интернете можно отыскать видео, где авторы совершают с помощью Шуангоу много зрелищных и разнообразных приёмов. Конструкция оружия позволяет не только рубить клинком как мечом, но и совершать захваты конечностей и оружия с помощью крючковатых изгибов. Существует даже приём, которым можно соединить два крюка, превратив Шуангоу в слитную конструкцию, дабы наносить ими рубящие удары на повышенные дистанции. Однако, насколько все эти приёмы реализуемы в настоящем бою, сказать точно нельзя. Тем не менее, клинки Кабала — это исторический образец вооружения, который полностью пригоден для дуэльного боя. Клинки Мелины Не отходя далеко от дуалистов, вспомним оружие Мелины. Думаю, что все и так знают о том, что в руках у Мелины находится Сай. Это парное оружие, и оно очень популярно в играх и кино. Вспомните, чем дрался Рафаэль из Черепашек-ниндзя. На самом деле, Сай — очень эффективное оружие, но только в определенных ситуациях. В Японии оно появилось в период запрета на ношение холодного оружия для простолюдин. Поэтому, чтобы защищаться от обнаглевших самураев, которые могли проверить качество своего клинка на простом горожанине, японцы изобрели Сай. Это короткое оружие для самообороны, которым можно было парировать атаки самурайского меча, и с помощью боковых зубьев совершать захваты клинка в створ. По сути, это аналог европейской даги или мечеломы. Одним Сайм блокировался меч, а вторым можно было прописать в самурайскую рожу. Разумеется, рассматривать Сайи как оружие, равное длинноклинковому, нельзя. В полномасштабных битвах оно никогда не использовалось. Тем не менее, для боя один на один, как в Mortal Kombat, особенно против безоружного бойца, Сайм драться было бы милое дело. Поэтому оружие не только реально и эффективно в нашем мире, но и логично применяется внутри игры. Жезл Джейд Раскладной жезл, похожий на световой меч Дарта Мола из вселенной Звездных Войн, весьма раздражающее оружие в Mortal Kombat. Он около двух метров длиной, что позволяет держать большую дистанцию между противником. Чем игроки в МК-11 активно пользуются? Если вынести за скобки высокую технологичность жезла и оставить только принцип его использования, то в истории существует похожий аналог. Он называется бо, что с японского означает шест. Это длинный посох от 160 до 280 сантиметров в длину. Его, кстати, использовала другая черепашка-ниндзя по имени Донателло. Историчный бо создавался из дерева или из дерева, окованного железом. Правда, иногда его делали и цельнометаллическим. Полностью металлический посох назывался Туцебо, и по эффективности он стоял наряду с Олибардой. Туцебо обладал более высокой прочностью и имел более высокие поражающие свойства. Впрочем, даже деревянный шест, выполненный из твердой древесины, не боялся ни меча, ни топора. Поэтому таким ударно-дробящим оружием можно было легко наносить летальные удары. Поэтому оружие из МК-11 тоже реальное и практично с определенными оговорками. В теории, Жезл Джейд можно было бы сделать телескопическим и раскладным из металла, чтобы оценить его эффективность. Такие дела. Само собой, это не все виды вооружения, которые показаны в Mortal Kombat. Но если вы хотите еще один выпуск по этой вселенной, то вы можете проголосовать за него на нашем бусте. Между прочим, эта тема была выбрана спонсорами канала в результате голосования. Кстати, в этом месяце будет проводиться выбор сразу двух тем за май и за июнь, потому что роликов, как вы заметили, особо не выходило по моим личным причинам. Так что будем рады вас видеть на бусте. На связи был канал Ammunition Time. Всем удачи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok